Посмотрели, он был достаточно быстрый, 2-0. Если первая карта была напряжённой, то вторая получилась достаточно простой и лёгкой для коллектива GeekFarm. Ну и теперь ещё одна игра. Игра, по моему мнению, всё-таки немножко поинтереснее. Clutch Gamers против коллектива New Beginning. Команда New Beginning для нас совершенно неизвестна, потому что ребята прошли через опен-квалификацию. Но при этом я вижу знакомые имена, если это действительно так, я матех. Последим мы сегодня за ним. Но Clutch Gamers это, разумеется, наличие Чапи, нашего российского игрока. В филиппинском коллективе мы помним, что он с Empire. То ли был кикнут, то ли он ушёл, это не так важно. Но вот ушёл искать счастье в другом регионе. Посмотрим, получится ли это счастье найти. У мага не получилось. Может быть, Чапи сможет всё-таки показать себя и проявить. Пока сказать, что у Clutch Gamers есть какие-то достижения, язык не поворачивается. Пока ребята ещё только на пути для того, чтобы проходить на турниры. Да, они были на Mars TV. Но и, в общем-то, это было давно и неправда. А если говорить конкретно о турнирах, которые идут сейчас, то тут всё печально. Потому что, ну, так получается, что пока коллектив вообще нигде участия не принимает. Так смотрю, последний турнир — это The Major League. Это локальный турнир, где они заработали 5000 долларов. Это был турнир, где играл 8 команд, но и о котором, на самом деле, мало кто знает. Который проходил, опять же, в таком закрытом формате. И смотрели только непосредственно в Малайзии люди, которые там присутствовали. Как-то так. Так, ну, будем смотреть. Постараются Clutch Gamer всё-таки войти в топ. В Азии достаточно серьёзная конкуренция. Это TNC, это Execration, это и Минески. Кстати говоря, о сетке в четвертьфиналах. TNC Pro Team будут играть против коллектива 4-9-6 Gaming. Execration против GeekFarm. HappyFit против победителя пары Edge Game и BoomID. Ну и FireDragon против победителя этой пары. Так что будем за этим внимательно следить. Да, но эти игры нас ждут завтра и послезавтра. То есть, это последняя БО-3 встреча. У нас же вроде бы параллельно никаких трансляций с Южно-Восточным регионом. Есть, есть параллельно. Конечно, конечно. Параллельно идёт как раз-таки матч N-Game и BoomID на канале SLR Hub Dota 2 B. Поэтому, если вам интересно, переходите туда. Ну а мы смотрим за этим матчем. Уже стадия драфта проходит. Тинни Винтер Виверна от New Beginning и Бэйн Эрспирит от Clutch Gamers. Хороший драфт. Бэйн плюс Эрспирит. Сильная четвёрка, сильная пятёрка. Сразу же FlySolo даёт своим драфтам понять, что он настроен серьёзно в этой игре. Ну, про Винтер Виверна с Тинни, в общем-то, тоже ничего плохого сказать нельзя. Разве что вот Тинни, которого берут на первый пик. Он как-то чаще проигрывает, чем выигрывает, как мне кажется. Elder Titan ещё забирает New Beginning. To the Elder Titan, наверное, четвёртая позиция. Ожидаем мы Тинни увидеть либо на кэре, либо в миде, наверное. Скорее даже, наверное, на кэре он появится. Почему-то мне так кажется. Я думаю, что Clutch Gamers могут здесь какого-то хорошего. Ну, смотри, Брюмастер появляется. Очень неприятный герой для Тинни, например. Постоянное пивко, постоянный харас, Тинни Милишник. Пик сверху пока смотрится вот так прям очень симпатично. И оффлайнер сильный, и пара саппортов очень неприятная, очень агрессивная. Которые особо-то не нужны артефактов, чтобы быть полезными. Нужен только опыт. На Брюмастеру не так просто помешать вот этой вот паре героев. Если у New Beginning вот то, что они набрали сейчас, это трипла, которая будет стоять против Брюмастера, то у хардлейнера Clutch Gamers все должно быть более-менее хорошо. Штор спирит еще будет заставлять, наверное, кого-то перетягиваться. И в итоге там вообще может остаться какой-нибудь Тиннис в интервиверной вдвоем. И Титан вынужден будет там помогать, допустим, в центре где-то. Или там, может быть, в топе где-то ему нужно будет подсобить. А его Брюмастер вообще будет просто в фри-линии. Он будет там абсолютно спокойно себя чувствовать. Но появляется Герокоптер. Герокоптер, который дает нам надежду на то, что Тинни все-таки пойдет в центр. А Герокоптер пойдет на сейфлейн и будет там стоять против Брюмастера. Но, в общем-то, Герокоптера и в миде можно увидеть. Очень хороший герой. Его берут, в общем-то, как на кэри, так и на центр, если видят в нем необходимость. Но чаще все-таки на кэри. Если это Тинни в миде, то тут уже можно подумать о каком-то центральном персонаже для Clutch Gamers. Или о кэри. В общем-то, что центр, что кэри осталось забрать. Но в зависимости от того, понимает ли FlySoul, куда пойдет Тинни, он может сейчас пикнуть либо мид, либо кэри. Хотя, ну, там не сильно что-то поменяется. Там еще по одному бану будет. Медуза. Бравят Clutch. Да, одна позиция остается у New Beginning. Никса забанили. Медуза как-то прям, откровенно говоря, неприятно смотрится для Dyer. Как ее убивать? Только каким-то темпом, быстрым разве что. То есть там выиграть лайн и попытаться ее задавить как можно скорее, но... Пока нельзя сказать, что прям вот хороший пик конкретно против Медузы. Просто есть полезные скиллы, в принципе, сами по себе. Но конкретно против Медузы никаких скиллов хороших тут нет. Разве что Виверна может как-то ультануть, там и Медуза убьет кого-нибудь. Не более того, да. То есть как Медузу убивать пока непонятно. Банда Уаура весьма закономерен. Мог бы он появиться. Строгая сторона тогда был бы какой-то Тинни на сложный. Может какие-то были бы Линни 2-1-2. Но это уже не важно. Этого не будет. Clutch Gamers. Пятый пик. Венга, кстати, была бы очень хороша. Венга бы нахрен встала. Которую забанили, да. Но вот как раз когда они убегинь, все прочитали. Потому что Венга реально была полезна. Просто бы давала. И Ауру, да и Момчик какую-то купила бы. Shadow Blade бы какую-то приобрела бы. И Медузу бы в драке могла бы спокойно сейвить. Там свапом элементарно. Даже от Winter Curse по факту можно сейвить. Там у нас какие-то паузы, я слышу. Ничего себе. Учитывая то, что у Clutch Gamers не будет ласт пика, можно взять какого-то просто сильного мизера. Типа Viper или вот Queen of Pain. Правильное решение от Fly Solo. То есть он там не пытается как-то, знаешь, пожадничать. Просто берет хорошего, полезного героя, который по-любому центр отстоит. Чтобы там соперник в мид не отправил. Ну что ж, Queen of Pain, Clutch Gamers остается последним. Надо что-то придумать. Надо гирокоптера на... Ой, это не очень хорошее решение, как мне кажется. Ну ладно, посмотрим. Может быть у Clutch Gamers не пойдет игра. Они где-то там начнут ошибаться сильно. Но я бы на месте New Beginning просто бы поставил гирокоптера в центр. И взял бы на сейфлейн какого-то маломалески полезного кэри. Против того, что есть вот у команды Clutch Gamers. Я не знаю, что-то, что-то, что против Медузы хотя бы будет работать. Хоть немножко. Потому что если Медуза все-таки докачается до 20 уровня, то я не знаю как. И Комдайр вообще эту Медузу можно будет убивать. Она просто бессмертной станет. У меня будет слишком много мана. Ну что ж, посмотрим на расстановке линий. Вот что самое интересное. New Beginning куда этот Тинни пойдет. Они его взяли на ФП. Но вот как они будут его реализовывать для меня пока, на самом деле, небольшая загадка. Так, давайте посмотрим. New Beginning у нас играет за сторону Dyer. Соответственно, Clutch Gamers за сторону Raiden. Пока не тикета, очень неудобно. Прям нереально неудобно. Потому что все эти паб имена, благо Чапи и Флай Соло поставили свои никнеймы оригинальные. Учитывая, что на High MMR редко кто ставит там реально свои никнеймы. Как вспоминаю игры. То есть там один из десяти игроков будет со своим никнеймом бегать. Ну это, в общем-то, логично. Кто бегает со своим никнеймом в доте. Тинни пока идет на сложную. Пак у нас, собственно, Соломит. Титан Саппорт. На топе Гирокоптер Кэри. Ну и Саппорт Винтера Верна Пятерка. Брю. Главное, что с ним поставить вард, это спалят ребята. Хотя, наверное, я спишу с выводами. Гирокоптер ничего не видит. Кажется, что видит, но на самом деле нет. Гирокоптер, конечно же, ничего не видел в данной ситуации. Но, действительно, в сложной линии надо стараться с вардами действовать осторожнее. Это касается как одной команды, так и другой. Потому что, если кто-то в сложной линии найдет вард, то сразу же огромное преимущество получает. Потому что большое количество опыта ты получаешь за девардинг. Сейчас ты сразу половину второго уровня апаешь. Буквально дожидаешься там пару крипов. И у тебя уже левел 2. Ты начинаешь там с киллами как-то заспамливать. Или прям в крипах стоять. Ну, в зависимости от того, какого класса у тебя персонаж. Какой-то терпильный или, наоборот, такой агрессивный, какой, в общем-то, есть у команды Clutch Gamers. 2 баунтируны достаются к вапе. Пойдется потратить телепорт в миде. Там блочит крипов в бейн. А Распирит пытался, похоже, курьер убить. Но, в итоге, телепортировался в бот и нападает на Тинни. На Тинни дает тос, пытается убежать. Мистик Снэйк. Убежит в Лайс Соло. Найт продать бы. Было бы круто, но нет, уже вообще забили на него. Тинни прогоняет прочее. Как он здесь будет стоять, пока вообще загадка. То есть, 0 брони. Хилл он взял, не сказать, что тут много. Уже фаска использована, танги использованы. Стоит лишь 4. И если он подойдет крипам, это уже будет успех. Вот честно. То есть, он где-то может даже здесь встать. Просто и хотя бы экспица. Потому что ему даже экспица не дадут. Он уже вкатывает в Распирит. Подходит в Флай Соло. Выкидывает просто вот так вот Распирит и Тинни. Слушай, круто получается. Ну и Распирит, Фласку, будет ли нажимать, не будет. Вот так вот, Тинни взял. И просто наказал. Кто бы мог подумать. ФБ для панды. О, для Ларцитана, конечно, прошу прощения. Да, начинается пока что... Все весьма удачно. Для команды Дайер. Виверн там пытался помешать Брюмастеру подвышкой крипчиков добивать. Но... Что бы не получилось. Как мы видим, 0-0 у Винтера Виверны. Будет заходить сейчас Виверна в спину к Брюмастеру. Кто может сейчас как-то пытаться его как-то нахарасить. Но пока Арктик Берн в кулдауне. Харасить кого-то на Виверне очень сложно. Но тем более, что это Брюмастер с пассивкой. Которая еще спамят Пивко. А пока у Брюмастера очень комфортная линия. Убить невозможно. Стоидов армию. Все идеально. На центр квинув ПМ против Пака. Тут, конечно, Пак может смотреться поинтереснее. Надо купить как можно быстрее второй нулик. И стараться как можно больше донайить. Да и ласхитить. Расперит. Пытался вырвать руну, не получилось. Зато очень сильно пробивает Винтера Виверну. Нет, правда, Балдера. Поэтому убить не получится. Но вот так вот пробить. Хотя, слушай, тут Брюмастер. Но нет. Пивко этого слишком мало. Смещается в Медл Тарт Титан. Оставляет Синя ставить одного. И вот Синя получил в начале буст. И как-то перестали его вообще гонять. От слова совсем. Но с другой стороны у Медузы тоже полный фрифарм. Никаких трудностей. Под убивание крипов нет. Да, просто... Скажем так, вот пиком Дайер. Ты можешь, в общем-то, игру выиграть. Если соперник будет грубо ошибаться. Если игра действительно сильно затянется. Ну, она может затянуться, если... Собственно, и Дайер тоже будут ошибки допускать. Такое обычное и происходит. Да, что? Кто-то ошибки допускает. Игру закончить не получается. Тинь не дает. Хороший прокаст. Сейчас Медузу, скорее всего, должны убить. Но все-таки успевает Чапи активировать. Щитмана кидает змейку. Восполняет ману себя. И... Слушай, Тос. Ну, если был Тос Титана, наверное, можно было пытаться пойти до конца. Так нет. У Чапи не остается хило. Покупает себе холанселов. Сейчас быстренько себя привезет. Ну, в целом, да. Тинь не доставляет массу неприятностей здесь. Я почему-то думал, что... Как-то будет Тинь здесь попроще. Но вот этот Врозблат, он... Немножко все изменил. Тинь получил буст. Уровень 3. Уже есть. И Эваланч, и Тос. И Дерево. И спокойно лаз хитит. Доставляет неприятности здесь. На топе. Атака на Геррокоптера. Если колны Брейс, колны Брейса нет. Ну и что ж. Геррокоптер все равно при этом живет. Бримастера Клэпа нет. Рокет Бараш очень грамотно. Бримастер подставляет свое тело, дабы спасти Распирит. Иначе это было бы убийство. На итоге Распириту нужно... Отойти назад, нажать холанселов, и все будет в порядке. Он, в общем-то, это и делает. Геррокоптер тратит всю ману на Рокет Бараш. Хило у Геррокоптера нет. Лишь одну танку. Параллельно встреча Бэйна и Элдер Титана произошла. Но просто Титан потыкает и отойдет назад. Да, с Бэйном тыкаться себе дороже. Он и рейнджевик, и еще и здоровье может себе восполнить. Поэтому его... Это прогнать с Лайна. Обычно не получается. Распирит приходит в топ. Его заметили. Он пытался там как-то по лесам бегать, прятаться. Но его видели. И понимает сейчас этот Распирит. Поэтому отходит немножечко назад. Меняет место из локации. Приобретает Соло Ринг Бримастер. Действительно очень полезный и нужный артефакт для него. Для силовиков на... Оффлейне. Ну и для некоторых силовиков в миде. В новом патче Соло Ринг, конечно, просто является незаменимым артефактом. Для какого-нибудь Дрэгон Найта. Иногда можно увидеть и на сейфлейне, на каком-нибудь в Рейс Кинге. Или на... Кого, знаете, сейчас поймают Пака на арбе. Нет? Не поймали он? Нет, все-таки поймали. Понимал, по-моему, что к чему, да и все. Его принимает Queen of Pain. 1-1. За 5 минут не так много убийств. Учитывая предыдущую игру, там был просто трэш. Там убивали уже на 1-8 за такое время. Тине внизу, кстати, пытаются убить. Мистик Снэйк есть. Медузу нужно ее давать. Медуза Мистик Снэйк. Но все равно Флай Соло умудряется забрать фраг. Какое-то чудо, на самом деле. То есть вроде уже оставляли для Чапи фраг, но не тут-то было. Флай Соло. Хотел поставить в арт. Находит эту Лорд Титан. Еще и Курьер заметил. Придачу надо отсюда уходить. Алдор Титан. Выходит. Но Бэйна, но Бэйн. Просто пошел делать стаки нейтральных крипов. Пак уровень 6. Не берет Дрим Койл на уровень 6. Что интересно, прокачивает себе Рис в 3. Квинов Бэйн в уровень 6, но не Квейв есть. Шэдоу Стрейк отсутствует, но понятно почему. Против Пака брать его себе дороже. Бэйн находит очень удачную руну и только за счет нее уходит. Как же повезло. Любая другая руна, даже ускорение, скорее всего, убило бы Бэйна. Но повезло. Что это именно невидимость. Чапи уже есть Блэйдсов Атак. Надо только довести. Пока Курьера был занят. Сейчас надо быстренько использовать его и забирать себе фейзы. Да, мы видим то, что Чапи у нас прокачался через спредшот. То есть у него Моношил только в единичку вкачан. Говорят о том, что если на него нападут, все-таки убить его смогут. Причем достаточно легко. А в чем вот такая вот идея прокачки спредшотов? Ну, чтобы фармить быстро, конечно же. То есть ульты не берешь вообще. Чтобы прокачать как можно сильнее Медуза. Медуза помогает тебе на лайне фармить. Ну и очень легко восстанавливать ману в лесу. Когда ты, например, натыкаешься на пачку сатиров. Когда 4 сатира, у каждого есть мана. Кидаешь змейку, с каждого ты берешь ману. И в итоге практически полный столб себе восстанавливаешь. Сейчас на Тинни будет атака у Тинни левел 5. Есть рейндропы. Но нет, все-таки Бейн не успевает его подцепить. Можно было бы его убить, если бы использовали найт. Но слушай, все еще можно. Брайнсад, Мистик Снэйк. Еще один удар. Нужно сделать. Медуза. Ай-яй-яй, Чапи как-то немножко не рассчитал. Небольшая ошибка получилась. В итоге сейчас возможно флай сало отсюда-то и не отпустят. Его усыпил Дарт Титан, но Медуза за спиной. Так, итогу продолжения нет. На центре падает пак, получает булыжник Sonic Wave Scream. Пак погибает. Второй раз на карте. 30 крипов у Queen of Pain 30 на 9. Но по убийствам, по убийствам проблемы. На топе что у Бремастера? 32 на 8. Герокоптер 31 на 12. То есть по факту три линии у Clutch Gamers фармят хорошо. То есть нигде проседалого какого-то нет. Бремастер там уже и Суларинка, и Рендропы, и ботинок, и ловел 6 есть. То есть в случае чего он там может Праймл Спит нажать, попытаться даже Герокоптера там с плюс 1-то и убить. Встреча происходит Флай Соло с Элдер Титаном. Но опасно, опасно. На самом деле Флай Соло здесь воюет. Еще и Тинни на хостя. Ай-яй-яй-яй-яй. Найнфор пошел. Надо раслипать. Раслипали Тос и Бейн здесь погибли. Закупается, правда, фул вообще не теряет ни копейки. Купил Рендропы и Вард, и вообще хватило всего идеально. Ну а Чапи просто продолжает фармить Лисочки. Уже сплитшот прокачан в 3. Находит Элдер Титана. Слушай, его убить-то можно. Мистик Снейк. Полетел. Мистик Снейк. Хватит ли урона? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если б не Рендроп. Если б не Рендроп, урона бы хватило. Обидно. Алдер Титана уходит на базу на 20 хп. Ну до этого у него точно так было. Ждем, когда Брюмастера начнет активно использовать свой ультимейт. Как ты верно заметил, Герокоптера действительно можно будет подрезать, если будет какой-то плюс. Самый очевидный плюс — это Эр Спирит. В данной ситуации Герокоптер старается, конечно, действовать так поосторожно. То есть там сам как-то крипов отпуливает, чтобы особо на лайне не показываться. Но вот рано или поздно ему придется показаться. И если саппортов не окажется рядом в нужный момент, то он, скорее всего, умрет. Скупает себе фейзы. В виде пока что продолжает качаться. Пактум мы видим по Нетворсу то, что вот уже две корпозиции команды Клачей занимают первые строчки в таблице Нетворсов. Вот, собственно, используется Смоук очень. Быстрая такая резкая атака в топ. Приходит сюда не только Эр Спирит, но еще и Квин оф Пейн. Но вот тут очень неудачно стоит сейчас Алдор Тилан. Однако Смоук не успевает разревелиться. И атаку удается провести. Герокоптера 100% убьют здесь. Вопрос в том, выживет ли Эр Спирит. Скорее вопрос, он потратили Соник Вейв Чиклену Пейн. Эр Спирит живет. Соник Вейв пошел, Герокоптера убивает. Титан летает в циклоне. Убивает еще и Винтера Виверна. Так это еще и минус 3, походу, будет. Слушай, булыжник залетает. Если циклон, циклон все что есть. Но Брюмастера почему-то решил унижать. Не подконтролил, да, здесь немножечко Брюмастер. Если там действительно был циклон и не успел прокликать, ты, видимо, прокликал, посмотрел. Если был циклон, да, там надо было зациклонить, подождать, занять позицию, скинуть свои скиллы. И это был бы очередной фраг. Ну и, в общем-то, так более-менее хорошо получилось. Квин оф Пейн реализовала свой Соник Вейв. То есть в смоке ребята прогулялись не зря. Определенного результата достигли. Эр Спирит при этом еще и выжил. Убили Герокоптера, оказались без потери. Ставили Чапи на фрифарме. То есть он получил спейс, потому что все саппорты улетели на топ. Тинь остался один на один. Ну и вот уже у Медузы и Мом должен быть. Он летит в Курьере как раз-таки. И все в порядке. Медузе, как правило, нужно всего лишь немножечко помощи в самом начале, да, чтобы на сейфлейне набрать требуемое количество фарма, купить там хотя бы аквилы, стики и какой-никакой левел получить. Потом она уже и в соло способна там стоять на лайне, отзонивать врага Змейка. А если ее будут пытаться загангать, то за счет щитомана она имеет дополнительную стойкость. Если ульт прокачаешь, то вообще хорошо. Нажал ульт, просто убежал. И если твой оппонент гангает Медузу, то он должен быть готов к тому, что это будет сделать очень и очень сложно. Потому что Медуза герой плотный в самом начале. Это тебе не как какой-нибудь там спектр, да, там гангать. Хотя у спектра тоже хп много, но она, как правило, более уязвима. В сравнении с Медузой. Пытались поймать Брюмастера здесь. Пак в смолке. Пользует шрайн Брюмастер. И начинает фармить нейтралов. Интересно, хватит ли ребятам здесь урона? Нет, урона не хватает. Пак просто забрал крипов, каких мог. И все. Но в топе падает вышка. Медленно, конечно, но падает. Возможно, скоро нужно будет ее дефать, если как следует на нее насядут. Сайр. Сарспирит наконец-таки получил свой шестой уровень. Теперь у нее есть магнетайз. И нафонем потихонечку выходит воркет. Уже стаки иншиндов, кстати говоря, чапи начинают фармить. 12 с половиной минута. Принимается за свое грязное дело. Брюмастер покупает блинг. На 12-й минуте. Ну, очень тайминговые артефакты у Clutch Gamers. На этой карте. Сложно, в общем, будет бороться с Брюмастером. Таким вот, которым он. 9-й уровень. И при этом еще и блинг есть. Внизу. Телепорт есть. Винтервер на 1-й разперед вкатывается. Если Сайленс, есть Стан, как минимум. Но если Сайленс сверху, Винтервер еще и Соник Вэф получает. Крюмп не жалеет свой ультимейт. Дабы наверняка получить фраг. Там не бить в колонный брейс, не терять время. 6-2. 6-800 на Творцу Медузы. Все, слишком пока хорошо. 30 к урону берет талант Брюмастер. Тут пока Alderthus там пытается прятаться. Его пытаются найти все это время. Alderthus без телепорта. Он его не купил. И, возможно, там кулдаун очень большой. Queen of Pain. Находит, по-моему. Да-да-да. Все, нашли. Нашли Титана. Его здесь убьют. Пытается сместиться сюда и Тинни, и Герокоптер. Но, по факту, Герокоптер просто теряет время. Он что-то на топе. Ему не сиделось. Он просто сделал телепорт вниз. В итоге Виверну летает в итоге на топ. И там фрифарм. Там вообще никого нет. Достаточно странная перетяжка. Такая попытка защищаться. Но при этом Герокоптер не фармит от слова совсем. Ну, а Брюмастер с Блинкдайгером готов прыгать. Кстати, может быть, сейчас и прыгнет. Найдет к нему ракета. Просто ракета получит. Оборваться не намерен. Зато от атака есть на Тинни. Финнс Грипп, Найтмар, Скрим. Тинни здесь должен погибать. Тинни дает напоследок Айвеландж. Да, Тос при этом все равно погибает. Блинкаут пошел от Квинут Пэйнарба. Яматьях убивает Росперита. Брюмастер под Праймл Сплитом добивает Элдор Титана. Теперь главное отсюда скрыться. Да. Циклон на Апака. Булыжник на Герокоптер. И земляная панда уходит. Брюмастер живет. Ничего ты ему не сделаешь. Ну а Чапи по-прежнему все это время фармит. 143 крипа за 15 минут. Идеальный результат. Лучше, наверное, и не придумать. Он фармил Лисан, он фармил Линни, он фармит Эншентов теперь. И забирает Т1. По крайней мере, почти забирает. 196 хп. И башню все-таки оппонент задынает. Да, это делает Яматьех. Ну, неважно. Все равно это минус вышка. Все равно это плюс деньги для команды Клач Геймерс. 9-3. Результат, конечно, пока достаточно печальный. Ну, посмотрим. Сейчас наберут еще побольше артефактов в Дайро. Возможно, что-то все-таки и смогут придумать. Может быть, как-то через сплитпуш поиграют. Все-таки Тинни, у которого есть артефакты Лико и сплитпушит. Лико ломает вышки. Сейчас найдут Бейна. Бейна можно попытаться забрать за прокаст. Но, в итоге сюда еще приходит Брюмастер с Блинком. Прямал сплит пока у него в кулдауне, поэтому... Ох, Винтерскер, Брюмастер. Брюмастер, выживает все в порядке. Чапи. Финсгрип на Тинни. Тинни не выживет. Субить Финсгрип попросту нечем. Уровень 15. Атака спит плюс 30 для Чапи. Итого уже почти 200 урона. Довольно серьезная скорость атаки. Много брони. Ну и напоминаю, что Медуза это не тот герой, которому нужно фармить. Да, мы знаем, что Медуза в лейте очень сильна. Но Медуза не тот герой, для которого лейт там прям необходим. Медуза и на 20-м минуте может идти и сносить просто лица и здания. Поэтому плюс этого героя, он и на мидгейме, и в лейтгейме достаточно хорош. Не такого, что там в мидгейме Медуза слова. Митриверн, Артикберн. На Чапи. Рядом был Артистан, но они здесь двоим вообще его никак не убьют. На центре видят фрифармящего герокоптера. Пингуют об этомерспирит. Попозже может быть даже попытаются выйти. Появляется, Артикберн. Появляется, Артикберн, да. Ну это, конечно, сильно. Ну, пока будут проблемки. Пока он Йоул не купит, ему, конечно, не так долго осталось фармить. До этого Йоула. Но если вдруг Квин оф Пейн его сейчас найдет, то умирать будет очень неприятно. Как раз вот перед покупкой Йоула, который, в общем-то, спасает от этого Сайланса. Пико покупает себе Медуза. Уже очень неплохой такой фарм у Чапи. Вот, просто посмотри, 16 уровень у Медузы. Там у Квин оф Пейн, кажется, небольшие проблемки в топе. Использовал уже Блинг. Игрок на Квапе второй Блинг использует и спасается. Все-таки не смогли на него напасть. Использован скан от Радиант. Находит там кого-то. Это оказался Пак. Пака пока нет. Йоула. И хороший контроль. А то спирита, например, где Сайлоса. Сайлос булыжник идеально сработан. Медуза начинает бить. Есть все-таки колдным рейс. Еще и Виверну можно будет убить. Главное, Пака добить. Пак, да. Погибает. Стики даже нажать не успел. Виверна в циклоне. Параллельно там еще пытаются убить и Алдер Титана. Падает и Алдер Титан. Падает и Винтра Виверна. Просто избиение. На всех частях карты умирают. Игроки Дайер. Вот тут и... У Гирокоптера в топе могли бы быть проблемы. Но там только Бейн один. Если был бы какой-то плюс, Бейн мог бы скастовать ультимейт. И Гирокоптера бы убили. Фраги свои подкрепляют пушем клатч-геймерс. То есть действуют максимально правильно. Вообще никаких ошибок не допускают. Каждый раз, когда они куда-то выходят, это дает им много золота и опыта. То есть они делают фраги, они толкают линию, они собирают вышки. Получают артефакты. Заставляют соперника вжиматься все серьезнее и серьезнее к твоей части карты. Ближе к своему хайграунду находиться. И уже, соответственно, лесочек подфармливать сложно. Мы видим, как Бримастер вместе с Кьюн оф Пейн там успешно забирают эншентов, успешно забирают нейтральных крипов. Сейчас будет попытка, возможно, поймать Паку. У Пака по-прежнему нет Яула. Он тратит арбу. И выпрыгивает Кьюн оф Пейн. Дает сайланс, дает дротик. И у Пака возникают определенные трудности. Он прожимает стики в итоге. От Оркеда он не умирает. Но, его читает Бримастер. Шедрострайк висит и погибает Пак. Внизу там была атака на Медузу. На Медузу нажала Stone Gaze. В итоге Чаппи убить не получилось. Он слишком живучий оказался. Хотя там потратили много усилий. И коллдаун залетел. И арсплиттер был. Но этого не хватило. 14-3. 12 тысяч преимущества за Clutch Gamers. На самом деле, ребята сейчас могут заходить уже на Т2 и на топе, и на ботуме. И постепенно пытаться там после какого-то, например, Рошаны заходить на хэграунд. Да, по-хорошему, надо бы все-таки 20 уровень Медузи, дофармить Скази, забрать Рошаны. И тогда уже действительно можно будет заходить на хэграунд. Ну еще и Magic Resist появляется у мремастера с таланта. На магию ему теперь. На то, что наплевает, но не так уже будет неприятно, что от Герокоптера, что от Винтера Верна, что от Пака. Тут маги очень много. Даже Тини, по сути, пока очень много магии именно вносят с помощью Аволан Читоса. На центре видит Чаппи. Тут вроде три игрока в Смоуке, но они ничего сделать не могут. Интересный выбор от Кин оф Пэн, это Shadow Blade. Я бы сказал, это достаточно такой прям спорный. Винтера Верну с помощью Прама Сплита добивают, но только одно убийство. На самом деле слабовато. Видимо, думали здесь ребята из Хлочгеймера, что не только Верна оказалась внизу. Но это не так. Верна погибает уже четвертый раз за игру. 15-3. Можно поддавить ботом, забрать Т2, в размен на Т1 свой. Я думаю, что Клочгеймерс-то будут не против. Сейчас пойдут, наверное, забирать вышечку. Клочгеймерс. В боте. Да, размен, размен. В бою дефт они уже не успевают, да. Очень выгодный и приятный размен. Верна, талантный у нас так золото, но Т2 падает. Слушай, а может быть и собирается дефить. Выходит Чаппи, ему вообще наплевать. Стронгейс нажимает Чаппи. Герокоптер прогоняет прочь, летает ракета. Чаппи вообще на нее наплевать. Просто идет бить вперед, добивает катапульту. А внизу Винтервера снова пришла на деф и ее быстро убили. Финнисгрип на Тинни. Пошел кулдаун. Надо хоть как-то сбить Финнисгрип, но просто нечем его сбить. Емотех дает фейшифт. Логет Тинни здесь должен погибнуть. Дает Тосс, откидывает Чаппи прочь. Врывается Бримастер. Пивко на Тинни. Тинни с одного удара падает. Башню забрали, но потеряли Винтерверу. Потеряли Тинни, размен на Бэйна. Что довольно-таки выгодно. У Эрспиритова есть уже деньги на блинг. Надо быть поаккуратнее. Он, видимо, хочет купить его в боковой лавке, но может вообще не купить. Нет, все, уходит. Все в порядке. В боковой лавке сейчас купят тебе телепорт плюс блинг. Отлично. 22 минута. Очень хорошая арта из себя взял. Эй, ес. Там Оркет, Соник Вейв, Элдор Титана. Дать бы еще и Скрим. Сверху полетел булыжник. Этого хватает. Дрим Койл. Надо нажать Шэдоу Блэйд. Шэдоу Блэйд используется. Ну и немножко я мать их в шоке. А что происходит? Какой Шэдоу Блэйд на Квином Пэйн? Ну как есть. Я 17-4. 15 тысяч уже перевес. Все, он растет и растет. Не могут никак остановить. Не убеги на вот эту вот машину. По фарму и по убийствам. Медуза уже... Есть деньги на Скаде. На 23-й. Это не просто там гола Скаде. Это Емома, это Фейз, это Аквила. Уровень 20 на 23-й минуте. Что это вообще такое? Это талант на 800 к мане. Все, это же конец. Там будут почти 2000 маны. Со Скаде так, в общем, так и будет. Медуза становится, ну, просто неуязвимой. Ко всему. Да, вот они. 1883 маны. Скаде покупается. Руны еще и ДД под Рошанчиком идеально. Ой-ой-ой. Ну, сейчас на самом деле Рошану заберут. Так можно пойти и реально на хайграунд. Да, 2300 маны. 2125 хп. Руну ДД даже не берут. А понимать, что можно ее оставить для того, чтобы пойти к сопернику на базу. Ну, и понимает, что либо сейчас, либо вообще нет смысла в эту игру играть, в принципе. Нажимает Смоук. В пятером. Виверна. Есть ультимейтер. Рошан падает. А Эггис уже у Чапи. Пошел кулдау. Урывается премастер. Моментальный прямо сплит. Блокенбар от Гирокоптера. Но наплевать-то Чапи на Блокенбар. Да и Флай Соло тоже наплевать. В итоге Гирокоптер погибает там с 5 ударов. Потому что Чапи с ДД. Проблема и у Винтера Виверна. Винтера Виверна в таверне. Яматех пытается просто уйти на фейшифте и арбе. У них получается это сделать. Врывается трай дальше. Дает булыжник. Дает сайланс. Параллельно идет Квинув Пейн за Элдер Титаном. Элдер Титан падает. Яматех должен отсюда уходить. Дает арбу. Дает фейшифт. Улетает на базу. Ну хорошо, что пока ребята гудгейм не пишут. Потому что реально уже можно психануть. Тинни тут гоняет Медузу вместе с Бейном. Ну и погибнет здесь разумеется. Тинни пытается делать тос. Откинуть видимо Бейна. Не получается. И погибает здесь и Тинни. 20 тысяч перевес. 22-4. Полный разгром. Очень круто отстояли линии Клэчгеймера. Сейчас просто кайфуют. Получают удовольствие от игры. Врыв на пака. Здесь Клэп. Ставится Дримкойл. Ребята очень глубоко зашли. Сейчас можно за счет этого как раз таки использовать. Ой, достаточно странно. Винтер Скёрс просто по одной Квин оф Пейн. Рядом никого не было. Погибать должна Винтер Верна. Дает на себя Клэн Добрей. Сайланс на Квин оф Пейн. Квин оф Пейн. Соник Вейв напоследок. Делает убийство. При этом не погибает. Погибает правда Бримастер. Выкупается Винтер Верна. Выкупается Тинни. Проблема у Геррокоптера. Эрс Спирит. Местер с Медузой. Медуза в Юле. Висит урон на Геррокоптере. И погибает Геррокоптер. Геррокоптер без байбэка. Там гейтс от Чапи. Тут Кьюбилер Спирит. Она врывается Квин оф Пейн на Винтер Верну. Сайланс Клэн Добрей сдать на себя не получится. И кулдаун висит. И еще одно убийство. Чапи идет за Тинни. Тинни пытается спрятаться в деревьях. Блинк сделать очень трудно. Потому что висит на нем Шадоу Страйк от Квин оф Пейн. И погибает Тинни. Гуд гейм. 25 минут длилась эта встреча. Эта карта, если быть точнее. И, конечно, в одни ворота. Мы, конечно, предсказывали, что так может быть. Но как-то получилось слишком просто. Очень уверенная игра от Клэч Геймерс. Взяли Брюмастера. Просто законтрили вот этот Пик Тинни от слова совсем. Решили как-то пересвапать свои линии. Поставили Геррокоптера. Но Геррокоптер им интервью верно. Против Брюмастера мы понимаем, насколько эта линия была неприятна для Геррокоптера, для фарма. А Брюмастер чувствовал себя, будто он стоит на легкой. Никаких проблем. Спасивочка с пивком стоял. Пивко кидал. Крипов добивал. И закономерная победа для Клэч Геймерс на первой карте. Напомню, что это матч до двух побед. Поэтому нас ждет еще одна карта. Возможно, не одна. Кто его знает. Но пока мы с Форсом уйдем на небольшую паузу. Вернемся, как только команды будут готовы.